На этот митинг пришло бы хотя бы 10% проживающих лишь в одном Страсбурге, в одном этом городе, где проходил митинг, то там должно было быть порядка двух тысяч человек. Это если бы только... Ассаляму алейкум, араматулабаракату. Брат, на митинге ты виделся с Исламом. Надеюсь, вы как нужно по-братски решили вопрос между вами. Интересуюсь чисто от переживания за вас. Делайте сабр и простите обиды ради Аллаха. Ассаляму алейкум, араматулабаракату. Да, мы с Исламом, это автор канала «Мысли Ислама». Ну и на самом митинге мы виделись, но сама встреча, так скажем, встреча, в которой мы уже разбирались и пришли к примирению, она произошла после митинга. И произошло это в офисе Ассамблеи Чеченцев Европы. Инициаторами и посредниками в этом примирении выступили наши братья из организации Бортмаршу, из Ассамблеи Чеченцев Европы, то есть члены Ассамблеи Чеченцев Европы. И также было несколько наших братьев, которые не являются ни членами Ассамблеи, ни членами Бортмаршу. Вот просто наши хорошие братья, которые знакомы и со мной лично, и с Исламом лично. И они как бы сыграли одну из основных ролей в том, чтобы эта встреча произошла, чтобы были проговорены все эти моменты, все эти неприятные, к сожалению, моменты, которые имели место быть между нами. Это был непростой разговор, мы общали часа 3-4, наверное, это скорее было такое заседание, заседание суда, можно сказать. Там присутствовало три наших братьев, которые являются требующими знания, которые любой вопрос, любые претензии оценивали с точки зрения религии Аллаха, давали этому какие-то оценки. И в целом Ислам принял практически все, наверное, из того, что было вынесено на общественный суд, так скажем, в этом вопросе. В конечном итоге мы извинились друг перед другом. Все те обиды, которые мы нанесли друг другу, мы их, иншаллах, друг друга простили. И поэтому с этого момента не подобает никому упрекать ни его, ни меня какими-то прежними нашими словами друг о друге. Все то, что было сказано ранее, это осталось в прошлом. Сейчас, иншаллах, мы будем говорить друг о друге либо хорошо, либо ничего. Но ничего плохого, иншаллах, мы друг о друге говорить не будем. Ислам является нашим братом, мусульманином, и я рад тому, что все это вот таким образом у нас закончилось. И надо также отдать должное, что Ислам сам тоже был причиной тому, что этот вопрос решился таким образом. Потому что если бы не его стремление решить это, вот так вот, хорошим образом, то есть прийти к примирению, то ничего бы не было, мы бы не пришли к примирению. То, что он сам стремился к этому, то, что он был готов к тому, чтобы признать какие-то свои ошибки, упущение, это очень хорошее качество, иншаллах. Благодаря этому мы в итоге к этому примирению пришли. И, в общем, хвала Аллаху, сейчас то, что между нами все это закончилось, это в любом случае радость для наших братьев и сестер. И это неприятный момент для наших врагов. Мы, даже когда это происходило между нами, конечно, и я, и он, мы понимали, что это происходит только на радость нашим врагам. Любые какие-то трения между нами, они радуют наших врагов точно так же, как нас радуют любые трения между ними. И то, что мы пришли к какому-то примирению, это хорошо для нас, для наших братьев, и это плохо для наших врагов. Если бы туда, в Страсбург, Закаев с Арцуевым приехали, могло бы быть так, что вы, как и с Исламом, рукопожатиями, и как братья с бортмаршалом относятся к Арцуеву. Ну, Закаев и Арцуев – это не одно и то же. С Закаевым нет никаких проблем, чтобы с ним поздороваться и пообщаться с Закаевым. А с Арцуевым там уже не все так просто, там слишком много уже конкретных личностных таких оскорблений, моментов. Там, конечно, нет никаких рукопожатий. Вообще, в принципе, какого-либо разговора там быть не может. А с Закаевым, конечно, нет проблем с ним пообщаться, поговорить. Здесь имеется в виду между мной и Закаевым, ну, и конфликта-то как такового его не было. Есть какие-то претензии политические с моей стороны, но он сам себя позиционирует как политика. Политику бывает и критика, поэтому это не делает нас врагами за какую-то критику политика. За это, ну, если не считать Кадырова, то он может за критику там твоих родственников похитить, тебя там похитить. А в нормальном обществе такое не происходит. Поэтому я никогда Закаева не оскорблял, на какие-то оскорбления не переходил. Я лишь высказывал свои претензии. И мои эти претензии не всегда были в рамках этикета какого-то нормального, уважительного отношения, как к человеку в возрасте в любом случае. Поэтому между мной и Закаевым нет конфликта лично снова. И если бы там на митинге или где-то в другом месте мы бы увиделись, то мы бы просто так же пообщались. Эти же моменты могли бы там быть проговорены. Это могли бы быть претензии какие-то друг к другу, опять-таки, политические. Но это не конфликт, который дают в морду. Это не тот вопрос. А вопрос с Арцуевым, это уже конкретный конфликт. Там есть моменты, там есть оскорбления, там есть конкретная попытка нападения на моего брата. Это уже совершенно другой уровень. Поэтому здесь не надо это путать. У меня с Исламом тоже ведь не было вот такого, что там друг другом поливали из чего-то. Такого не было. Опять-таки, были какие-то претензии, да, где-то мы переходили на повышенные тона, но вопроса каких-то оскорблений личностных. Такого не было. В том что, скажи, какие у тебя были ощущения на митинге, видя столько своих единомышленников? Ты давно, наверное, столько чеченцев не видел за один раз. Ну, я и на митинге-то до этого не был ни разу здесь, в Европе, имеется в виду. Поэтому, да, это для меня было, наверное, что-то новое впервые. Да и вообще перед, как бы, живой такой аудиторией я впервые выступал. Поэтому, да, для меня было много новых ощущений. Но и нельзя сказать, что это прям что-то такое необычное. В том что, говорят, на митинге было более 400 человек. Насколько эта цифра близка кисней? Я, честно говоря, не считал. Там кто-то считал и сказал, что насчитал более 450 человек. Ну, я думаю, если чисто визуально посмотреть, примерно так и было. Но довольны ли мы, должны ли мы быть довольны этим числом? Ну, конечно, нет. Если бы на этот митинг пришло бы хотя бы 10% проживающих лишь в одном Страсбурге, в одном этом городе, где проходил митинг, то там должно было быть порядка двух тысяч человек. Это если бы только 10% жителей Страсбурга туда пришли. Потому что по разным оценкам их от 10 до 20 тысяч проживает в самом Страсбурге. Я убежден, что там нелегалов будет еще полно. То есть очень много там, на самом деле, чищенцев в этом одном городе. Поэтому довольными, конечно, мы быть не можем. Надо понимать, что людьми, к сожалению, движет страх. Оправданный страх. Никто не хочет прийти на митинг и потом, чтобы его родственников забрали, посадили где-то в качестве заложников и заставляли его там извиняться. Никто этого не хочет. Поэтому многие воздерживаются от того, чтобы участвовать в подобных мероприятиях. Те, которые участвуют, даже они как-то пытаются скрыть свои лица. И людей как бы можно и нужно понять. Но оставаться этим довольным, конечно, нельзя. Конечно, мы недовольны. Но в то же время я хочу выразить благодарность всем тем людям, которые туда приехали. Там было очень много людей с других стран, с различных стран Европы, которые далеко не расположены рядом со Страсбургом. Там были люди из Бельгии, были из Германии, из самой же Франции, там с другого берега, со стороны Испании. Люди приехали на этот митинг. Это как бы огромный путь, который они проделали. И огромная благодарность этим людям за то, что они создали эту небольшую причину, которая, к сожалению, только эта причина сегодня, только ею мы сегодня располагаем. Это единственное, что мы можем сделать. И каждый, кто принял в этом участие, кто пожертвовал своим рублем на то, чтобы приехать туда, кто утруждал себя этими переездами, перелетами, пусть Аллах воздаст вам всем благом за все, что вы сделали. Субтитры создавал DimaTorzok